Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем пейзаж и начнем с неба. Верхняя часть неба у нас будет самая темная. Неба будет состоять всего из трех частей. Самая верхняя будет самой темной. Мы смешиваем синий с белым, но добавляем белого не очень много и закрашиваем верхнюю часть неба такой вот полосочкой. Дальше добавляем больше белого и получается у нас средне-голубой. Таким вот средне-голубым мы закрашиваем вторую полосочку неба. Небо будет занимать чуть больше половины листа. И третья часть неба должна быть самой светлой. Берем много белого, и добавляем чуть-чуть синего. Получается голубой, светло-светло-голубой. Вот у нас три полоски неба. Здесь побольше, здесь поменьше. Небо побольше, низа поменьше. Дальше будем размывать границы между светло-голубым и средне-голубым сначала водичкой. Берем и вот так вот размываем, чтобы получился плавный переходик. Размываем несколько раз. Несколько раз моем кисточку и несколько раз размываем. Стараемся, чтобы переходик был более плавный. Дальше моем кисточку, размываем вторую границу между средне-голубым и темно-голубым. Тоже делаем плавный-плавный переходик. И теперь нижняя часть. Здесь у нас будет море. Мы синий смешиваем с черным, чтобы получить темно-синий. Линию горизонта рисуем там, где это море соединяется с водой. Это у меня не черный, это у меня темно-синий цвет. Таким темно-синим рисуем тоже вот такую небольшую полосочку и оставляем еще полоску берега. Примерно так. Дальше вот в эту воду мы добавим чуть-чуть светленького. Чуть-чуть смешаем с белым этот цвет моря и дальнюю. Дальнюю вот эту часть мы чуть-чуть высветлим, чтобы не было такого резкого перехода, потому что эта линия горизонта она вдалеке. Вообще вот это вот море вдалеке мы его сейчас чуть-чуть все подвысветлим, чтобы море вдалеке отличалось от моря вблизи. Слишком сильно много не нужно белого. Нужно просто чуть-чуть высветлить. Так вот мы высветлили и дальше водичкой подразмоем, чтобы это более светлая часть переходила плавно в более темную часть. Чуть-чуть просто подразмываем. И вот здесь я еще еще раз просто вот по границе как бы я ее проглаживаю, прохожусь тоненько водичкой, чтобы 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 не было так резко какого резкого перехода. Ну примерно пусть будет так наверное уже. Чуть-чуть подровняю. И теперь нижняя часть. Здесь будет трава сухая. Вначале нам нужно так еще зеленый. Не хватает зеленого. Немножко не хватает зеленого. Пусть будет зеленый. Нужно коричневый получить красный. Смешиваем с зеленым, чтобы получить коричневый. Если у вас есть коричневый в баночке, используйте коричневый из баночки. Бывает, что в каких-то наборах нет, поэтому я показываю, что красный смешать с зеленым. будет коричневый. Чуть-чуть добавляем белого. И вот таким вот коричневым мы закрашиваем нижнюю часть. Так, что это? Здесь уже сверху будем рисовать травинки сухие. Все, чтобы дырочек не было, чтобы не было промежутков между водой и вот этой вот землей, этим берегом. И пока низ у нас сохнет, нарисуем облака. Я буду рисовать кисточкой щетиной. Так, у меня красный подмешался. Куда-то подмешался красный. Берем белую краску и рисуем облачка вот такими вот мазочками, точечками. Какое-то количество облачков мы рисуем. Не обязательно много, можно чуть-чуть. Можно сделать какие-то покрупнее, какие-то помельче. И дальше мы немножко размываем тоже вот такими точками нижнюю границу облака, чтобы снизу облако плавно переходило в небо. Чтобы был плавный переходик. А сверху граница облака более четкая. Так, вот здесь тоже чуть-чуть соединяем. Верхняя часть облака может быть наоборот более четкая, более светлая. Снизу плавно переходят в голубой. Пока еще низ сохнет, можно нарисовать птичек черненьких где-то. Тоненькой кисточкой потренируйтесь на бумажке. Сначала на какой-нибудь, на отдельный. Вот какие-то птички летят. И теперь нарисуем сухую траву. У нас есть коричневый. Мы возьмем желтый, белый. Нужно смешать желтый, белый и чуть-чуть коричневого, чтобы получился цвет сухой травы. Я немножко еще красненького добавляю, потому что у меня коричневый очень зеленоватый. Можно смешать просто охру с белой. Если у вас есть охра. И будем рисовать травку. Прямо вот уже по-сухому, поверх можно рисовать травинки. Где-то они соединяются в одну общую массу. Можно вот какими-то прям, сказать, мазочками. А где-то нужно прорисовывать более тонко, по возможности. Можно даже вот какие-то такие прорисовать колосочки. Вот их ветром сдувает. Ну, какие-то травиночки другие прорисовать. Просто может быть сухая трава, остренькая. Старайтесь, чтобы эти травинки были не одинаковые, чтобы они были все разные. Какие-то покрупнее, какие-то помельче. То есть их вот мы прорисовываем вот так вот, аккуратненько, каждую травиночку. То есть где-то они выделяются, а где-то они сливаются в одно пятно. Маленькой кисточкой так получается достаточно медленно. Да, вот я каждый раз макаю в краску, потому что очень быстро совсем тоненькая кисточка, очень быстро заканчивается краска. Нужно макать и еще водичку нужно макать, чтобы краска была более жиденькой. Когда краска более жиденькая, тогда получаются более тонкие линии. Такие вот травинки. Какое-то количество рисуем, где-то можно оставить землю, чтобы земля просвечивала. А где-то еще можно добавить темненькие, где-то можно добавить чисто белые. Если хочется какого-то разнообразия. Можно в принципе и не добавлять, можно добавить. Чтобы какой-то объем этой травы показать. Можно добавить беленьких травинок, можно добавить коричневых. Где-то можно добавить коричневых травинок, но можно и не добавлять. Можно обойтись просто бежевенькой. А вот в воде светло-голубым или белым еще кое-где можно добавить стекло. Каких-то полосочек сейчас я посмотрела, немножко не хватает. Но можно и не добавлять, что добавить. Сейчас я сниму скотч. И вот что у нас получилось. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует...